итак добрый день сегодня мы с вами будем строить стропильную систему для четырехскатной крыши аналогичным образом делается стропильная система для двухскатной крыши если вам нравятся данные видео не забывайте подписываться это очень хорошо мотивирует и нас уже стало больше двух тысяч в конце ролика будет отдельная благодарность за спонсорство канала очень приятно просто низкий поклон и спасибо отдельно упомяну этих людей и так что мы сегодня с вами будем делать стропильную систему а конкретно на примере четырехскатной крыши будем выполнять все необходимые элементы для построения научимся разрабатывать нужные нам семейства научимся правильно опирать все элементы чтобы аналитическая модель у нас нигде никаких расхождений не было чтобы в дальнейшем можно было загрузить данную модель аналитическую в любой другой программный комплекс и рассчитать правильность расстановки и так прежде всего нам необходимо под крышей разместить опорные балки для на которых будет опираться у нас наша крыша а конкретно это маурлад начнем для того чтобы нам его построить нам необходимо для начала скрыть мою крышу мне она пока не нужна через временное скрытие изоляция я ее скрою материал стен не пока безразличен будет отдельно частные случаи рассматриваться то на канале бывали вопросы для газобетона для гирпича почему нету моего рла то нет мы делали с вами учились только моделировать в программном комплексе они в точности для дальнейшего расчета мы с вами постепенно всему этому научимся не забывайте то что вы в свободном доступе можете смотреть все эти необходимые ролики и так прежде всего я скрыл свою крышу теперь что я сделаю перехожу во вкладку конструкция меня интересует балки маурлад у нас с вами делается через балки нашего каркаса и так балка по умолчанию на свойствах я вижу то что балки еще не подгружены пока там двутавровые металлические балки давайте их загрузим нажимаем изменить тип загрузить где она с вами стандартной библиотеке revita располагается необходимые нам балки если у вас 21 версия чтобы появилась библиотека необходимо ее подгрузить напоминаю в ранних версиях все стандартные библиотеки все стандартные сборки уже изначально присутствуют и так меня интересует папка каркас несущий древесина здесь из всего этого набора не интересует деревянный брус конкретно по габаритам бруса сейчас заострять внимание особое не буду вы сами сможете его подредактировать под тот который необходим либо по строительным материалам которые у вас есть доступ для получения либо по расчетам дальнейшем которые вам необходимо его изменить подправить будем пользоваться стандартным пока нас интересует чтобы аналитическая модель построился была выполнена верно и так деревянный брус открыть я выбираю деревянный брус любой который мне подойдет и со стандартной нашей сборки окей окей дальше что мы с вами делаем нам необходимо разместить их на наши стены как это производится во первых настроим все необходимые привязки плоскость размещения мог задать либо рабочую плоскость новую либо размещая ее на той плоскости которая является меня максимальный по данному построению у меня стенки были с первого этажа до второго крыши должна опираться где-то в районе второго этажа поэтому у меня точка привязки для моего майорлата план второго этажа этаж 2 дальше что мы с вами делаем трехмерная привязка если активируем они будут привязываться по трехмерной плоскости меня это абсолютно устраивает функция цепь мне нужна для того чтобы все элементы были взаимосвязаны между собой напрямую сначала их построение следующее чтобы у меня не заглубились балки моего майорлата под нашу стену мне необходимо изначально построить настроить в панели свойств привязку также это выполняется и в фермах необходимых можно поменять привязку как они колонным цепляются и так далее меня интересует выравнивание по оси z и выбираем выравнивание снизу вниз и теперь мы с вами можем выполнять построение проверяем чтобы у нас балки не смещались куда-то вглубь не заходили для этого изначально у нас равномерная привязка по оси yz если бы я поставил неравномерная привязка у меня бы балки моего майорлата заглубились под ну частично в зависимости от выбора привязок под наши стены вот таким вот образом дальше что мы с вами делаем по факту нам необходимо скрепить данные балки либо уголками либо специальными планками как это производится но можно создать отдельное семейство можно использовать семейство для своего проекта если вы хотите от и до выполнять моделирование то вам скорее всего придется создать семейство собственноручно и так давайте приступим файл создать семейство нас интересует метрическая система типовая модель на основе грани выбираем ее нажимаем открыть данной метрической системе это по сути дела мы располагаемся на виде сверху замоделируем для начала элемент выдавления нам он необходим замоделирую чисто прямоугольник дальше что мне необходимо добавить размеры которые будут центровать мой элемент напоминаю по созданиями элементов семейства была отдельная отдельный ролик по которым вы собственноручно можете создать любые абсолютно семейства и так отцентрирую отцентрирую дальше что создам метку типа размера пускай это будет длина длина эта метка пускай будет ширина дальше что перейду на фасад любой проверю высоту своего элемента вот он мне располагается добавлю еще необходимый размер данном случае это у нас будет толщина нашего элемента на плане этажа на опорном уровне мне можно уже сразу же здесь изобразить зазоры для моего моих гвоздей по сути дела но я этим заниматься сейчас не буду мне пока этого достаточно загрузить в проект в свой прошу прощения вернусь назад на опорный уровень чуть не забыл нам с вами нужно во первых давайте выровняем типоразмеры скамер будет длина 250 толщина 120 ширина пятерка это первое что необходимо сделать дальше мне необходимо выбрать категорию моего семейства чтобы в дальнейшем их мы неправильной структуре располагались конкретно они задаются во вкладке создания категории параметра семейства в категориях и параметров семейства я выбираю каркас несущий чтобы она относилась к основному несущему каркасу и так окей потому что по умолчанию он останется в обобщенных моделях так как программа еще не определил загрузить проект просто пока еще без сохранения заменить существующую версию значения параметров все семейства у нас с вами располагается в необходимых папках в данном случае у меня семейство 1 я могу переименовать этим пока заниматься не буду итак добавлю семейство 1 в данном случае перейду на трехмерный вид и вижу то что я не для той не для того показателя настроил высоту и ширину давайте отредактируем данном случае мы семейство у нашего создам один экземпляр и его отредактируем подсвечу и в изменении типа настрою неправильно назвал длина с камнем будет 5 в данном случае длина пускай останется 250 толщина ширина 120 наоборот толщина 5 точнее даже их назвал правильно поставил их неправильно вот вот таким вот образом я вижу свою планку для крепления я могу ее сместить по привязкам необходимым но она у меня получилось больше чем маурлад это на самом деле не очень хорошо давайте его еще немного отредактируем пускай будет 120 80 здесь у нас еще станут зазоры необходимые для гвоздей как я уже говорил я их пока не задавал таким вот образом создам необходимые экземпляры через создать аналог при помощи функции пробела могу разворачивать необходимых плоскостях свои элементы стараюсь привязывать их на одном уровне на одной высоте вот таким вот образом мы с вами создали основной каркас да это не все элементы крыши которые нужны я подразумеваю что все остальные составляющие у нас уже присутствуют этим пока заниматься не буду что мне необходимо сделать далее мне необходимо настроить основную основные стропила поставить по моему проекту и уже в дальнейшем можно заниматься обрешеткой контрабрешеткой и так что я сделаю во первых для начала я восстановлю исходный вид своей крыши я вижу то что теперь она у меня мой маурлад накладывается на мою крышу давайте сейчас крышу сместим на высоту моего маурлада по сути дела а он 114 миллиметров давайте поставим его по-человечески 150 на 150 во первых это 114 некрасивое число и мою крышу поднимем смещение от уровня на 150 миллиметров вот таким вот образом теперь они у меня скрыты под моей крыши стены на данный момент мне не нужны я скрываю их выделяю скрываю элементы смотрю на свою крышу первоначально они у меня будет сходиться в единой точке это не совсем красиво давайте подредактируем скат моей крыши чтобы она у меня все-таки образовалась та которая нужно 35 35 хочу чтобы скаты были немного разные и так хорошо дальше что я делаю моделирую по сути делаю основную балку конструкция опять балка мы с вами выбираем деревянный наш брус на самом деле его не переименовал давайте сразу же копировать переменую 150 на 150 миллиметров так как я его уже делал 150 на 150 и и ставлю основную балку данном случае привязка у меня будет идти не снизу а сверху и еще с дополнительным смещением по оси z смещение по оси z пускай минус 50 миллиметров вон так красиво уже выглядит дальше мы что с вами будем делать будем строить основные элементы наших стропил для этого мы с вами скроем нашу крышу скрыть элемент переключаемся на вид сверху чтобы нам адекватно видеть все наши основные элементы и правильно их связывать я включу низкий уровень детализации если вы скажете что у вас линия не доходит до нашей основного соединения скажу так то что свойства аналитической модели не соответствует свойством физической то есть графическая картинка может быть процесс построена выглядеть немного иначе давайте перепроверим перейдем во вкладку вид видимости графика выключу категорию модели выключу категорию аннотации включу категорию аналитической модели и в конце нас интересуют узлы аналитической модели что посмотреть что они все взаимосвязаны между собой я вижу что никаких разрывов у меня нет что я делаю далее во вкладке конструкции балка строим наше стропило такую же буду использовать как для мурлата либо вы можете использовать свою собственноручную и так ставлю первую точку на аналитической модели сейчас прошу прощения у меня с привязками с литийом вернем назад категорию модели категорию аннотации оставим аналитическую модель низкий уровень теперь я могу привязываться к основным точкам раз два три и четыре при включении высокого уровня детализации я увижу то что у меня свойства моей физической модели изменились давайте их подправим в первую очередь я подсвечиваю любую свою балку стропил и сразу же поставлю выравнивание по осям y z независимая дальше что я сделаю концевое выравнивание по оси z поставлю снизу умея изначально было снизу и поставлю смещение концевого на 150 миллиметров плюс или минус 150 миллиметров плюс на высоту моих по сути дела стропил вот таким вот образом дальше что я сделаю давайте настрою сначала одну потом приведем к общему виду дальше что я сделаю настрою физические параметры модели чтобы они у меня доходили до необходимого уровня я вижу то что они меня пересекают поэтому данном случае мне нужно построить построить начальное выравнивание по оси z это у меня пойдет вверх вот таким вот образом и там уже поставлю врезку необходимо теперь воспользуюсь функции во вкладке изменить конкретно она называется пока я еще не врезаю в копирование наших свойств сопоставление свойств типа либо копирование свойств подсвечиваю одну нажимаю на все оставшиеся раз два три четыре вот таким вот образом теперь давайте настроим врезку ну точнее лучше давайте соединим свойства физической модели чтобы у меня в итоге все нормально отображалась данном случае мне нужно продлевая здесь продлевая до конца здесь 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 опять выравниваю сейчас изменю угол обзора здесь продлю здесь выравниваю вам помогает синим контуром подсвечивается по какому контуру выравнивание производится здесь сюда это основное здесь цепляю до конечной точки здесь цепляю до конечной точки но из-за семейств моего крепежа балок маурлата не до конца настроенного произошло то что как раз нам не нужно было они у меня сместились и в итоге мне придется корректировать их вручную но опять же свойства в моей модели я не доредактировал здесь крепеж нормальный здесь нормальный похоже у нас все выровнялось из-за того что мы выровняли с вами физическую модель окей теперь как производится врезка она у нас производится через функцию врезка сформировать врезку во вкладке изменить нажимая на нее нажимая на балку стропил нажимая на балку маурлата которую необходимо прорезать вот образовалась у нас с вами врезка опять на стропила маурлата на стропила на маурлата на стропила на маурлата врезка у нас произошла стропила нам нужно с вами продлить конкретно это физический его показатель и это нам с вами поможет примыкание в конце насколько я помню сейчас продлим посмотрим да на 500 миллиметров мы с вами увеличиваем подсвечу все остальные зажатые клавиши control и ставлю смещение в конце 500 миллиметров чтобы у нас с вами образовался свес вот таким вот образом дальше мы с вами будем ставить основные стропилы а сверху еще врезка прошу прощения врезка я мог ее еще больше продлить кому необходимо и настроить параметры врезки чтобы они отображались более корректно но пока этого редактировать не буду врезка у нас с вами выполнилась все хорошо теперь строим остальные балки для этого нам с вами необходимо перейти на наш фасад на фасаде на любом в данном случае я буду проектировать в этой плоскости скрываем наши стены мне они не нужны скрываем нашу крышу мне она пока тоже не нужна включая высокий уровень детализации дальше что мне чтобы правильно построить все мои балки чтобы они были взаимосвязаны между собой в аналитической модели необходимо ее активировать на фасаде чтобы выполнить правильное построение рабочей плоскости итак я захожу во вкладку переопределить видимости графику в панели свойства переопределить выключаю с категории аннотаций ну либо мог просто включить в узлах отображения узлов нашей модели аналитической видимости графика сейчас нужно включить все применить я вижу узлы своей аналитической модели теперь что я проделываю я перехожу во вкладку архитектура опорная плоскость ставлю первую точку в конечной точке нашей узловой и вторая в конечной задаю ей имя стропила теперь возвращаюсь на трехмерный вид нажимаю функцию во вкладке архитектура задать рабочую плоскость выбираю плоскость стропила ту что мы с вами сделали и показать ее вот эта самая плоскость теперь перехожу во вкладке конструкции балочная система в балочной системе мне необходимо выбрать опоры это будут мои стропила 1 2 дальше через функцию выбрать линии выбираю свою стропила свои балку мой орлата теперь меня интересует ориентация балки чтобы правильно ее замоделировать я построю ее вручную от верхней конечной точки тяну в середину середина будет показываться у нас треугольником смотрю в панели свойств у меня есть возможность настройки разбивки на компоновке либо фиксированный интервал чтобы программа сама выбирала либо фиксированное число конкретно сколько будет балок дополнительно установлено либо собственноручно можете сами выбрать необходимое расстояние я буду выбирать фиксированное число пускай у меня будет раз я думаю здесь три балки будет достаточно применить и нажимаю окей у нас с вами построились балки мне необходимо поменять смещение своих основных элементов чтобы они у меня привязались к моей аналитической модели а конкретно выбираю любую балку ставлю независимое выравнивание по оси x y и ставлю выравнивание по z по низу выравнивание по z по низу дальше ставлю смещение конечного соединения 500 миллиметров прощение минус 500 минус 500 что мне теперь необходимо сделать поднять данную балку поднимать я ее буду смещение соединения на 150 миллиметров дальше что я делаю дальше что я сделаю сразу хочу сказать то что сокращение начального соединения настраиваться собственноручно для каждой балки в отдельности этого я делать пока еще не буду с врезкой там могут возникнуть небольшие проблемы потом будет видео второе по как обходить данные моменты с врезкой основных элементов стропил и так сейчас пока я выровняю копирую свойства все остальные свои балки вот таким вот образом дальше что мы с вами делаем смотрю на виде сбоку вот видите каждую нужно будет редактировать вручную и так дальше что я сделаю проделываю аналогичным образом построение оставшихся элементов что я сделаю снова перейду на фасад на тот же самый наш знакомый архитектура опорная плоскость создам еще одну опорную плоскость задам им имя пускай уже будет по цифре идти два перейду на трехмерный вид задать рабочую плоскость уже пойдет по цифре два располагаться это получается вот наша вторая группа что я сделаю теперь ну на самом деле мог отзеркалить но этим я заниматься не буду потому что можно не попасть в свойства аналитической нашей модели что я сделаю теперь вкладка опять конструкции балочная система все то же самое выбрать опорные наши стропила выбрать линию построить ориентацию нашей балки разбить на число фиксированное число 3 соглашаясь с выполнением разрешить к существующей примыканию теперь ну на самом деле при воспользовании копирования свойств ничего у нас дельного не произойдет потому что они находятся в разной рабочей плоскости и насколько я помню такое у нас сделать невозможно или возможно и это замечательно выравниваю остальные теперь проделаю то же самое для всех остальных сторон в данном случае мне уже не восточный нужен и не западный а северный и южный скрываю стены скрываю крышу включаю видимости графика показания аналитической модели целиком включая высокий уровень снова вкладка архитектурная опорная плоскость она у меня пойдет под цифрой 3 и снова трехмерный вид задать опорную плоскость цифра 3 проверяем чтобы она у нас правильно задалась подредактирую подредактирую ее а то слишком гигантское неудобно смотреть да абсолютно верно теперь снова вкладка архитектура на вы прошу прощения конструкции снова копирую свойства ну либо выравниваю каждого в отдельности и проверяю а в данном случае мне это потребуется сделать потому что как вы видите основная у меня балка сместилась не нужно ее настраивать поэтому я ее смещаю ориентация так выравнивание независимая вверх по оси Z начальная смещаю на 150 миллиметров прошу прощения минус 150 минус 150 это низ низ я уже выровнял а мы сейчас с вами вверх минус 150 проверяю она у меня немного не доходит поэтому сокращение начального сегмента на минус 50 врезка и врезаю вот таким вот образом остальные сегменты вижу то что упираются достаточно хорошо аналитическая модель при низком уровне детализации у меня не разорвалась балки у меня опирается на маурлат стропила у меня опирается на маурлат все достаточно хорошо доделываем переходим на южный наш фасад южный фасад скрываю все что нам не нужно закрываю элементы архитектура опорная плоскость а прошу прощения видимости график переопределить видимости графику включаю все в категории аналитической модели нашей включая высокий уровень детализации снова опорная плоскость снова и задаю это будет уже цифра 4 у меня во всяком случае снова возвращаюсь на трехмерный вид снова задать рабочую плоскость цифра 4 вот она последняя снова включая высокий уровень конструкции балочная система снова выбирая необходимые мне пункты ориентация балки строю собственноручно обратите внимание вот эти две полоски вокруг основного направляющего показывают то что они будут строиться если я сейчас ничего не сделал сверху вниз меня это не устраивает снова 3 вот таким вот образом скопирую свойства с основной балки на основную балку только скопировал свойств и остальные копирую как они уже настроились у нас вот таким вот образом вкладка архитектура убирая показания опорной плоскости возвращая исходный вид смотрю что у меня в итоге получилось мне нужно крышу выполнять смещение смещение относительно нашего уровня поднимать ее выше либо строить собственноручно с нуля данном случае я попробую и сместить смещая ее на высоту 300 миллиметров здесь у меня небольшая проблема с уклоном его тоже могу отредактировать либо балку сместить саму относительно верха sky на 50 миллиметров минус 50 минус 80 по оси у я смещаю прошу прощения откатываюсь назад к своей крыше а мне нужно смещение по оси z смещение по оси z минус 50 здесь тоже самое минус 50 и вот у нас с вами получилось стенку я одну похоже удалил случайно вот у нас с вами получилась стропильная система для нашей крыши а также требует некоторых вариантов еще корректировки окончательной а конкретно это с веса моих балок то что касается нашей аналитической модели здесь уже никаких разрывов нету мы можем уже загружать программу в программный комплекс можем отсоединить балки соединить их конечных точках в узлах аналитической модели если необходимо но основное что нас интересует балки опираются на more lot и more lot передают основную нагрузку это основная часть которая нас интересовал до немножко сумбурный получился ролик хотя достаточно долго к нему готовился на самом деле еще будет он дорабатываться будет усложняться варианты нашей крыши будут еще рассмотрены другие варианты создания врезок потому что это достаточно такие базовые примитивные напоминаю то что это начальный урок по созданию стропильной системы в нашей крыше особую благодарность хотел бы объявить спонсором о которых я говорил ранее спасибо вам большое на сегодняшнее видео на своем все если вам понравился данный ролик и вы хотите больше вы знаете что нужно делать всем спасибо еще увидимся